Добрый день, дорогие друзья! Наталья Чумакова, психолог, регрессолог, интуитивный целитель, автор книги «Ваш безграничный потенциал». И сегодня мы поговорим о том, почему возникают измены, как их предотвратить, откуда это берется, ситуация. И вначале, пока мы с вами собираемся, я хочу рассказать, что была сегодня на съемках новой программы на РЕН-ТВ. И меня пригласили, наверное, я как-нибудь проведу эфир о том, как реализуются наши желания, поскольку это было одно из моих желаний, которые я прописывала еще год назад. И вот удивительным образом уже несколько таких ТВ-программ меня приглашали. И это очень здорово. И когда я была в парикмахерской, я делала укладку, оказалось, что сегодня профессиональный праздник у всех парикмахеров. И я поздравляю наших любимых парикмахеров. Вы делаете нас красивыми. И вас с профессиональным праздником. Хорошо. И давайте поговорим о том, почему возникают измены. Вначале у нас, как обычно, с вами будет теория. Вы можете писать ваши вопросы. Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Я рада вас видеть. Вы можете писать ваши вопросы. А мы их обязательно обсудим. Потому что теория и теория – это хорошо и здорово. Но очень важно на практике разобрать, в чем проблема, в чем причина ситуации, когда нет глубоких отношений, когда есть взгляд по сторонам. Не обязательно только у мужчины. Женщины тоже этим отличаются. И почему же не получаются такие глубокие отношения, почему есть страх отношений, почему есть страх неверности. И давайте начнем это разбирать. На самом деле, эта история с возникновением измены в отношениях, она происходит в первую очередь потому, что мужчина в паре реализует желание женщины, подсознательное желание. То есть у мужчины, который живет женщиной, у него практически нет защитного механизма от того, чтобы противостоять желаниям своей жены, желаниям своей второй половины. Проблема в том, что женщина сама свои желания не осознает. Это не значит, что желание на уровне ума, которое вы транслируете, ваш мужчина воплощает, а ваше желание на уровне подсознания. И это действительно очень серьезно, и это нужно понимать. Дело в том, что очень часто женщина сама не готова пойти в глубокие отношения, она не готова пойти, вот знаете, выйти замуж за мужчину полностью. Она как будто бы остается в раздумьях, она как будто бы вспоминает другого мужчину, с которым была до этого, и думает, может быть, там мне было лучше, может быть, там я была более счастливой. И удивительным образом клиентки довольно часто приходят ко мне на сессии, на консультации, говорят о том, что я вспоминаю о другом мужчине, я вспоминаю, как я была счастлива в прошлом. И всегда в любых отношениях бывает период, когда возникают более тяжелые времена, и если в этот момент женщина уходит, как будто бы, да, ментально из отношений, психически она уходит, она забирает свою энергию от своего мужчины и начинает думать о прошлом. То есть она сливает свою энергию в прошлое, по сути, прежнему мужчине, который денег ей не приносит, живет уже давно с другой женщиной, она о нем думает и вспоминает. И вот в этот самый момент она теряет своего мужчину, да, потому что мужчина идет реализовать на практике то, что женщина подумала на уровне подсознания. И когда я это написала, по-моему, в субботу этот пост, там просто очень много было таких достаточно грубых комментариев, и одна девушка написала мне, какая-то написала, что это бред полный, что такого не может быть, что все мужчины нехорошие люди, да, она написала, что они безответственные, что их мало, и они пользуются тем, что их мало, и я ее аккуратненько так спрашиваю, вы не поддерживаете ту идею, что женщина сама создает предпосылки для таких проблем в отношениях? Она пишет, нет, не поддерживаю, я много лет одна, то есть, по сути, она высказывает убеждение, которое создает одиночество, и, соответственно, на практике его выполняет. И давайте с этим разберемся, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то комментарии, вы можете их писать, но на самом деле, когда мы думаем, что проблема в мужчине, да, или мужчина, наоборот, думает, что проблема в женщине, это играет в обе стороны одинаково, просто у меня больше подписчат женщин, поэтому я с точки зрения женщин говорю об этом сейчас. Но на самом деле, когда женщина думает, что проблема в мужчине, здесь есть две основные проблемы, то есть, первое, это нежелание меняться и работать над собою. Потому что есть такая позиция, я идеальная, я и так прекрасная, замечательная, пусть он меняется, а я пойду искать другого, да, и, по сути, получается, что женщина находится в детской позиции, она находится в позиции дай, а когда мы уходим со своего места в жизни, когда мы не живем во взрослой позиции, да, а мы уходим в детскую позицию, мы уходим с позиции жены в отношениях, да, женщины рядом с мужчиной, или мужчина, наоборот, уходит из позиции мужчины рядом с женщиной, то в этот момент начинают блокироваться наши отношения, да, энергия, деньги, здоровье, ну и отношения в том числе. И, соответственно, значит, изначально женщина шла в отношения не с реальным мужчиной, а вот с неким субъектом, от которого она надеялась получить счастье. Почему вот это возникает, такая ситуация, давайте на эту тему немножечко сегодня более подробно поговорим. То есть, по сути, она искала человека, который ей заменит маму и восполнит все, что мама в детстве ей не додала, как женщина думает, как многие из нас думали, да, раньше или думают сейчас, потому что все, что мы ищем вокруг, да, это вот та безусловная любовь, которую, как нам кажется, мы недополучили от мамы, да, и мы продолжаем ее искать, переносим образ мамы на начальников, на партнеров, а иногда и на детей, об этом мы тоже, наверное, с вами поговорим. И на самом деле, почему возникает такая ситуация, что не хватает от мамы любви, да, то есть, по сути, родители передают нам энергию любви от своего рода, от рода мамы, от рода папы, мы эту энергию через наших родителей принимаем. И в тот момент, когда родители большие и сильные, мы маленькие и с благодарностью принимаем эту любовь, в этот момент все в порядке, и к нам идет эта энергия, и наши правильные взаимоотношения с мамой нехорошие, да, не обязательно с мамой нужно быть подружкой, даже иногда это, наоборот, неправильно, именно правильные отношения с мамой, когда мама большая и сильная, а я с благодарностью принимаю именно то, что мама мне дает, в этом случае у нас все хорошо. И тогда мы находимся на своем месте, и в своей жизни у нас гораздо проще реализуются отношения, личная жизнь, семья создается гораздо проще. Но очень часто мы со своего места рядом с мамой уходим, и рядом с папой уходим тоже, да, но вот с мамой это, пожалуй, такой основной аспект. И я бы хотела сегодня рассказать, как это происходит, и почему возникают, да, вот такие переплетения, нарушения в потоке любви с мамой. И возникает это прежде всего потому, что ребенок, когда появляется на свет, он думает, что он центр мира, и что он причина всего, и он, соответственно, поскольку является причиной всего, он и виноват во всем, да. И если мама вдруг расстроилась, мама опечалилась, мама на него не смотрит, ему не улыбается, то ребенок думает, что это из-за него. И в этот момент энергетически, неосознанно, да, дети этого не осознают, они начинают идти за вниманием мамы. И если мама в этот момент, она ушла со своей позиции мамы рядом с ребенком по какой-то причине, А у нас много мам сейчас в эфире, будут, наверное, смотреть этот эфир в записи. Давайте подумаем, почему мама уходит со своего места мамы и перестает передавать вот эту вот энергию своему ребенку. Смотрите, если мама зависает в какой-то детской позиции и смотрит на свою маму, да, то есть на бабушку, и ей самой не хватает безусловной любви, она сама находится в детской позиции, то в этот момент ребенок автоматически, подсознательно встает на роль мамы для своей мамы. Это вот так вот интересно звучит, но почувствуйте, подумайте, поставьте сердечки, если вам понятно, о чем я говорю. То есть ребенок хочет быть заметным, хочет быть важным для мамы, хочет быть нужным для мамы, и он подсознательно начинает идти за вниманием мамы и встает на роль ее мамы, если мама находится в детской позиции. Понятно ли это? Поставьте, пожалуйста, какие-нибудь сердечки, чтобы я понимала, что для вас это понятно, то, что я объясняю, как это происходит. Это вот такой вот механизм. И, соответственно, в тот момент, когда ребенок уходит на место мамы, кстати, поставьте плюсики, кто сам чувствует, что в какой-то момент вы переходите, вижу много сердечек, для многих, видимо, это все понятно, кто чувствует, что он периодически или она периодически переходит на место мамы для мамы, то есть берет на себя ответственность за маму, заботится о маме, воспитывает маму, хочет помочь маме, спасти маму, вот это вот все. Если вы в себе нашли, то поставьте плюсики, чтобы я понимала, да, и давайте посмотрим, что происходит в этом случае. Если вы уходите в позицию «мама для мамы», то в этом случае вы становитесь, по сути, энергетической такой бабушкой. Я, я, спасибо за честность, друзья, я вас обожаю за вашу честность и осознанность. Вы большие молодцы, вы очень честные, и вы меняетесь, это очень круто наблюдать за вашими изменениями, вижу плюсики. И когда вы становитесь в позицию такой энергетической бабушки, что с вами происходит? Во-первых, в этот момент вам отношения с мужчиной точно не нужны, да, то есть бабушке это уже не актуально. Во-вторых, у вас резко падает энергия, и очень часто, когда люди говорят, у меня нет энергии, я не пойму, что со мною, да, мне ничего не хочется, я никуда не хочу дальше двигаться, то, скорее всего, человек ушел со своего места в жизни, да, и он встал для кого-то мамой. Это нужно посмотреть. Соответственно, возникают проблемы со здоровьем тут же, да, вот когда начинает, знаете, портиться здоровье, одна болячка, другая болячка возникает, то есть тоже смотрите, где для кого вы стали бабушкой такой энергетической. И возникает проблема с деньгами, потому что бабушке многое не нужно, и мама требует внимания. Очень хороший момент, спасибо, сейчас отвечу на эту тему. И, соответственно, и мужчина, да, бабушке особо уже не нужен, да, мужчина, если он не хочет быть в позиции дедушки, да, то здесь ваши пути расходятся, и мужчина начинает искать, или он сам, если вы находитесь в позиции родителя рядом с мамой, то автоматически вы будете в позиции мамы для партнера, для своего, да, и вы все знаете, вы очень умная, вы очень важная, вы очень сильная, да, но вы себя заблокировали очень многие аспекты в жизни, вы ушли со своего места в жизни, и со своего места женщины рядом с мужчиной. И в этот момент ваш мужчина, он падает в позицию ребенка, он теряет, забывает все свои обязательства, да, все свои клятвы, которые он в загстве вам давал, и интересуется другими интересными девушками, да, которые вокруг ходят, и нас таких красивых много. Точно девушки пишут. Смотрите, но вот тут про маму, да, затронули такой момент, если мама требует внимания, да, то есть смотрите, когда вы переходите в позицию мамы для своей мамы, вы стараетесь маме помочь, как будто бы, да, то есть вроде это так хорошо выглядит, вы маму хотите спасти, мама для вас много сделала, вы теперь хотите это все вернуть, хотя это невозможно, но по сути вы маме блокируете ее энергию любви, которую она может только от своей мамы принять, вы блокируете энергию Творца для нее, да, и мама автоматически становится в позицию ребенка рядом с вами. Но по сути, что она делает? Если вы чувствуете, что ваша мама ведет с вами себя рядом, как ребенок, она требует внимания, конючит, капризничает, такое тоже бывает, и она требует внимания, хотя вы уже очень взрослый человек, то это говорит о том, что вы автоматически, что вы находитесь, если вы уже взрослый человек, если вы не маленький ребенок, и вы уже сами умеете наполняться энергией, это говорит о том, что вы сами для нее встали на позицию мамы, и вам важнее гораздо быть сильной и важной, чем быть счастливой и жить свою жизнь. Вот подумайте, задайте себе этот вопрос, что мне важно, быть важной, сильной, умной, или мне важно быть счастливой, поблагодарить маму, уйти от нее, да, то есть научиться самой наполняться энергией. Почему мы маму отпустить-то не можем, да, потому что нам кажется, что мама – это единственный источник любви для нас, да, то есть дело в том, что у нас нет понимания, как нам самим наполняться энергией, поэтому мы держимся за маму и готовы для нее стать всем кем угодно, и бабушкой для нее, и партнером для нее стать, да, кстати, когда, если мама ругалась с вашим папой в детстве, если у мамы был развод, если у мамы были такие разборки с мужчинами, или не складывалась личная жизнь, тогда ребенок решает, мамочка, ты смотришь не на меня, смотришь на своего партнера, да, может быть, на моего папу, на мужчину, хорошо, я пойду на место партнера, да, и тогда ребенок уходит для мамы на место партнера, и тогда он, если это женщина, да, то есть, то женщина начинает себя вести очень по-мужски, она проявляется очень по-мужски, она, конечно же, блокирует себе личную жизнь очень хорошо этим, она, кстати, начинает конкурировать с другими людьми, и она начинает тяжело пахать, работать, да, то есть, и рядом с нею просто не может находиться рядом сильный мужчина, да, то есть, ее мужчина будет тогда автоматически на позиции женщины, то есть, это вот такое домино, на самом деле, подробнее я об этом написала в книге, ваш безграничный потенциал, но вот это все более подробно разбирать и анализировать, где мы ушли со своего места рядом с родителями, рядом с партнером, рядом со своими детьми, потому что это все автоматически срабатывает, мы будем с вами разбирать на онлайн-курсе ваш безграничный потенциал, и я уже запланировала, что этот онлайн-курс будет 25 октября, чтобы мы за два месяца с вами успели уложиться до новогодних праздников, пройти, все сделать, изменить, и там мы будем с этим работать, потому что то, что мы осознаем, это очень хорошо, но для того, чтобы выйти на свое место в жизни, нам нужна энергия, то есть, мы должны это прожить и прочувствовать, и в онлайн-курсе ваш безграничный потенциал, есть специальные упражнения, есть энергетические практики, которые выводят как раз-таки людей на свое место, и пока идет на онлайн-курс предзапись в сторис, да, я кошечка выложу, вы сможете записаться на специальное предложение по этому курсу, но на самом деле здесь очень важный момент, чтобы вы понимали, зачем это, да, то есть, зачем нам важно выходить на свое место, и, соответственно, в тот момент, когда вы находитесь в роли партнера, да, для своей мамы, то, значит, место вашего партнера уже занято, и тогда мужчина может к вам прийти только на какие-то сексуальные флюиды, да, как мы знаем, они работают только в первые, там, полгода, да, может быть, у кого-то год, у кого-то три года знакомства, то есть, вот такое сексуальное притяжение срабатывает, но в тот момент, когда пара должна пойти в глубину, и должны образоваться вот такие глубинные отношения, то в этот момент у вас ничего не получается, поскольку место партнера у вас занято или мамой, или папой, так тоже бывает, а ваш партнер, он для вас может быть в этом случае только либо ребенком, либо вашим родителям, да, и если вы идете в отношения, как мы вначале с вами начали говорить, в поисках идеальной мамы, да, поскольку если вы для мамы находитесь на роли партнера, да, или на роли мамы для мамы, то вы не можете от нее энергию получать, и тогда вы эту энергию ищите, искать, ищите, где можно получить в другом месте, да, или у начальников, или у каких-то сильных фигур, или у своего партнера, или даже у своих детей, и в этом случае вы тогда приходите в отношения именно в детской позиции, да, поскольку любви вам не хватает, вы остаетесь в этой детской позиции, вы себя не реализуете, и, конечно же, ваш мужчина, он, может быть, не хочет быть для вас мамой, если он тоже находится в детской позиции, то ему, скорее всего, самому не хватило энергии в детстве, да, и он сам, может быть, ищет маму, но на самом деле вторая проблема в этом случае может быть ваше желание быть хорошей, да, и вот здесь давайте посмотрим, если вы зависли в каких-то детских травмах, когда, например, вас поощряли за то, что вы вели себя хорошо, и наказывали за то, что вы вели себя плохо, то у вас может быть такое сформировано желание быть хорошей девочкой, вот у нас есть хорошие девочки сегодня в эфире, поставьте плюсики, пожалуйста, чтобы я видела, или напишите «Я», как вы писали до этого, да, то есть желание быть хорошей, да, то есть желание заслужить любовь, желание быть правильной, или вы что-то делаете и не понимаете, для кого вы стараетесь быть хорошей, и вы не понимаете, с кем вы спорите, да, у вас как будто бы какой-то голос в голове, который вам говорит, как вы должны себя вести, или «А что люди подумают», или вы что-то делаете и думаете «Я всегда была плохая», это другой аспект тоже, так тоже бывает, и либо вы думаете «Вот если я куплю это платье, то как на меня эта девушка посмотрит, а что те подумают», да, и вот такое вот постоянное оценочное суждение, вы как будто бы смотрите на себя другими глазами, и вы хотите нравиться всем, и вам очень важно нравиться всем, и иногда бывает здесь такое нарушение, что девушка постоянно улучшает свою внешность, делает пластические операции, одну за другой, она всегда недостаточно красивая, она всегда недостаточно хорошая, она всегда как будто бы подпрыгивает, да, вот за этой похвалой. Это происходит в том случае, если ребенка ругали, когда он плохо себя вел, ему говорили «Вот будь хорошим, будет тебе конфетка», да, будешь плохим, будет тебе там наказание, ремень или лукал тебя поставил. Но если ребенка наказывали не за то, что он вел себя каким-то определенным образом, а наказывали просто так, потому что было плохое настроение, да, потому что нужно было слить на кого-то агрессию, и ребенок просто понимал, да, что его наказывают непонятно за что, да, то есть не выстроилась вот эта вот логическая цепочка, тогда он просто решает быть плохим. И в этом случае он становится таким нон-конформистом, он идет вопреки правил, он разрушает правила, да, он, это тоже очень плохо, да, то есть с одной стороны, это могут быть какие-то полезные аспекты, что человек двигается вперед, но с другой стороны, он, ему очень сложно уживаться в коллективе бывает, он привлекает в себе лишние трудности, да, вот это вот ощущение, что я плохой, и подсознательно у него очень много программ стыда, на которые приходят различные вирусы, кстати, да, и программ страха, да, то есть это агрессия вот такая внешняя, которая у него есть, она на самом деле проявляется из-за глубокого внутреннего страха быть наказанным, исключенным и так далее. Такое тоже было, но уже прошло благодаря мастер-майнду, да, то есть отлично, это у нас Наталья на мастер-майнде была, и на онлайн-курсе ваш безграничный потенциал, да, на прошлом потоке, это очень хорошо. Вот, и следующий момент очень важный, да, то есть когда вы зависаете вот такой вот детской позиции, и хотите быть хорошей постоянно, да, и вам в этом случае очень сложно брать на себя ответственность, да, вам кажется, что как так, я не идеально, но в этом случае, если виноват мужчина, да, то есть мы говорили о том, что начинали с того, что женщина не хочет отвечать за проблемы в отношениях, она думает, что виноват в изменах мужчина, да, потому что он такой безответственный и нехороший человек, но на самом деле, если мы думаем таким образом, да, что проблема в нем, это значит, что мы передаем силу другому человеку, да, а сами остаемся в позиции слабой, беспомощной жертвы, и тогда мы как будто бы ничего не можем сделать, мы находимся в тупике в этом случае. И когда у вас есть проблема в жизни, у вас есть два выбора, да, или пойти в позицию жертвы, это детская позиция, да, он виноват, он плохой, либо принять на себя эту ответственность, но, за сложившуюся ситуацию, но, если ситуацию создала я, да, то есть это не значит, что я должна быть наказана, это не значит, что я виновата в этой ситуации. Секрет в том, чтобы не брать, если вас особенно наказывали в детстве, и вы стремились быть хорошей девочкой, да, вот такой вот секрет в том, чтобы брать на себя не вину, да, вот я виновата, и все, теперь, да, я вот должна себя наказывать 10 лет ближайших, да, пеплом голову посыпать и так далее. Нет, это значит, нужно брать на себя ответственность, нужно принять это, заплатить какую-то цену, да, что вот я создала эту ситуацию, но раз я создала эту ситуацию, я смогу ее изменить. Но в этом случае, да, у нас есть сила в наших руках, в этом случае мы можем с этой ситуацией что-то делать. И, соответственно, если вы готовы меняться, если вы готовы брать ответственность за свою жизнь в свои руки, я приглашаю вас на онлайн-курс «Ваш безграничный потенциал», который начнется 25 октября, и сейчас идет предзапись на этот онлайн-курс. И если вы хотите более подробно разобраться со своими подсознательными программами, которые мешают вам жить свою жизнь, и которые создают проблемы в отношениях, и в том числе и с финансами, мы сегодня с вами про измены говорили, да, но поставьте плюсики, если вам про деньги тоже интересно, я в ближайшее время проведу, наверное, про деньги эфир, да, вы можете, кстати, вопросы задавать, которые у вас есть. И если вы хотите разобраться, да, что вам мешает жить свою жизнь, что уводит вас со своего места в жизни, я приглашаю вас на онлайн-девишник 22 сентября, и я расскажу сейчас подробнее, что там будет. Дело в том, что на онлайн-девишнике мы как раз с вами определим, куда смотрела ваша мама в детстве, да, на кого смотрела ваша мама в детстве, интересно про деньги, отлично, проведем обязательно. И мы посмотрим, куда вы ушли за внимание мамы, на чье место, со своего места вы ушли за внимание мамы. Это будет очень круто, и я прямо рекомендую даже тем, кто проходил онлайн-курс «Ваш бесграничный потенциал», которые, люди, которые много о себе знают, да, и которые этим занимаются, вы узнаете о себе еще больше, да, это уникальное упражнение, которое позволит вам понять, почему вы не на своем месте рядом с вашей мамой, вы узнаете очень много нового и интересного, это иногда бывает не только партнер, не только мама, это могут быть и какие-то абортированные дети, это могут быть рабочие какие-то ситуации, это могут быть ваши братья и сестры, да, то есть вы будете знать, куда, может быть, как вам казалось, да, смотрела ваша мама, куда она обращала внимание, и почему вам не хватало внимания от нее, и почему вы, может быть, зависаете где-то в детской позиции, почему вы не находитесь на своем месте, и почему вы не живете свою жизнь, прежде всего, где ваше неправильное место, да, рядом с мамой, и вы это осознаете, плюсом 22 сентября это осеннее равнодетствие, это точно будет очень мощный день, и мы с вами сделаем очень мощные медитации, это будет целительский круг, это будет групповое такое, да, групповое исцеление, это очень мощный такой процесс, вы потренируетесь работать с энергией, исцелять себя, да, и исцелять все другие запросы, у нас будет такое групповое наполнение энергии, да, других запросов будем поддерживать друг друга, и если вы придете с определенным запросом на решение какой-то ситуации, то вас поддерживают другие женщины, это будет очень сильно и мощно. Вот, очень интересует этот вопрос, зависла в нем, а какой вопрос, напомните, я уже много просто рассказала, а про деньги вы имеете в виду, да, про деньги поговорим, я, наверное, в ближайшие дни проведу эфир про свое место рядом с деньгами, это тоже будет, наверное, я думаю, интересно очень многим, и, соответственно, мы сделаем упражнение с мамой, да, для определения вашего потока энергии с мамой, да, куда идет ваш поток энергии, почему вы его не принимаете, и вы с этим разберетесь, и очень многое о себе узнаете, и дальше будет, конечно же, манифестация желаний, проявление желаний, и это очень мощная практика, потому что у многих девушек на онлайн-дивишниках сбывается желание очень быстро, иногда в тот же день, иногда в ближайшие там несколько месяцев, потому что у нас очень мощные групповые, целительские такие процессы происходят, и если вы хотите почувствовать, как работает эта энергия, это не моя энергия, это не какие-то подключения, какие-то шаманские практики, да, или там рейки, или еще что-то, это ваш индивидуальный поток вертикальной энергии, связи с высшей силой, да, можно сказать, или с творцом, как я это называю, то есть это ваш личный вертикальный поток энергии, который вы научитесь чувствовать и работать с ним, да, вот на этом онлайн-дивишнике, там билеты сейчас стоят 800 рублей всего лишь, и это 3 часа очень мощной работы, поэтому я вас приглашаю, билетики по ссылке в шапке профиля, осталось всего лишь, по-моему, 9 мест на онлайн-дивишник, не больше, потому что больше мы просто, ну, будет некомфортно нам работать, это будет в зуме, это будет очень мощно, и будет очень мощный такой день, ну, а если вы живете в Москве, то я вас приглашаю 26 сентября, это будет воскресенье, на живую встречу в Москве, и мы там поговорим про женскую реализацию, про предназначение быть женщиной, и тоже будут очень мощные практики уже вживую, это будет 2 разных мероприятия, и москвичам поэтому очень повезло, и билеты сейчас стоят всего лишь 2000 рублей, на живое мероприятие, мы там с вами помедитируем, попьем чай, пообщаемся, будет очень круто, очень весело, это такое прекрасное, уютное пространство в центре Москвы, поэтому тоже по ссылочке в шапке профиля присоединяйтесь. Вот задают вопрос, что я застряла в какой-то травме, да, очень хороший вопрос, действительно, очень легко сказать, нужно быть взрослой, да, нужно выйти в взрослую позицию, на самом деле, очень часто мы застреваем в детской позиции, мы ведем себя из каких-то детских травм, потому что там осталось очень много нашей энергии, и там было очень больно, и наша психика с этим не справилась, и поэтому мы не реализуем себя, как взрослый человек, да, мы, например, не можем принимать деньги, как это хотелось бы, да, мы не можем сказать нет, мы не можем отставить свои границы, у нас могут возникать какие-то пищевые зависимости, у нас могут быть постоянные конфликты с кем-то возникают, да, это все происходит из детских травм, поскольку они у нас не проработаны должным образом, но детских травм очень много, и можно годами просто закапываться с ними, можно с ними работать очень долго, но на самом деле, можно сделать гораздо проще, забрать из этих травм свою энергию, и вернуть себя, вернуть вот эту энергию в момент здесь и сейчас, вернуть свою силу, реализацию, это мы будем делать на VIP-пакете, курс о ваш безграничный потенциал, на живом мастер-майнде, в зуме он будет происходить, но это будет уже в октябре, вся информация, да, вы сможете записаться, и если вы идете на онлайн-курс о ваш безграничный потенциал, вы можете попасть и на этот мастер-майнд, о котором вот Наталья писала, она его проходила, и у нее очень мощные результаты, стала очень взрослая она, непонятно, что за ситуация, что за детская травма, там на мастер-майнде, мы работаем очень интересно, мы прямо смотрим, в каком возрасте произошло, вы прямо чувствуете это в своем теле, вы чувствуете, в каком возрасте у вас произошла эта травма, в каком возрасте произошло зависание, потому что, если это была внутриутробная травма, то вы ее точно не помните, а там могло очень много зависаний быть во внутриутробном периоде, в младенческом возрасте, и это тоже на вас может влиять. Например, пищевые зависимости не очень часто с раннего младенческого возраста идут, и человек умом понимает, что не нужно кушать много, например, но на уровне подсознания у него эта младенческая травма все равно вылезает в каких-то ситуациях, и очень сложно что-то делать. Если не идти глубоко и с этим глубоко не работать, например. И, соответственно, на мастер-майде вы прямо смотрите, где в какой период вы оставили свою энергию, свое внимание, и оттуда просто мы ее будем забирать с вами. Это очень мощная практика исцеления и возврата именно во взрослую позицию. Мы будем активировать поток жизненной энергии, мы будем активировать поток здоровья, который где-то был, может быть, прерван. Будем активировать сексуальную энергию, потому что нам важно быть на своем месте женщины или мужчины, даже если мы не ищем, например, сейчас отношения новые, но нам важно быть на своем месте в том потоке, женском или мужском, в котором мы родились. И там будет также активация денежного потока энергии, и это очень мощно, да, будет вот такая очень мощная практика, очень мощная работа. И если у вас есть какие-то вопросы сейчас, пожалуйста, их напишите, и обязательно присоединяйтесь на онлайн-девишник 22 сентября. Просто всех зову, приглашаю, кто еще думает, планирует. Это будет среда, вечер с 7 до 10 вечера, и будет такая замечательная работа. Я просто обожаю онлайн-девишники. И там, на самом деле, будет глубокая очень работа на уровне души, знакомство, у нас там все очень общаются, знакомятся, такой очень теплый поддерживающий круг. И я вижу, как меняются эти девушки, которые просто даже регулярно посещают онлайн-девишники, у них изменения очень колоссальные происходят. Очень серьезные изменения, это очень серьезная работа, очень серьезная практика. Если вы действительно хотите каких-то изменений в жизни, то приходите, и вы девушка, да, вы женщина, приходите на онлайн-девишник 22 сентября. Если вы живете в Москве, то еще и 26 сентября, это будет воскресенье, в 11 часов в центре Москвы. Приезжайте на живой женский круг, и будем колдовать, да, будем медитировать, создавать такие очень глубокие мощные процессы энергетические в вашей жизни, которые запустят очень мощные изменения, потому что для изменений элементарно нужна энергия, ее нужно принимать, ее нужно наполняться. Это будет такая очень полезная работа, которую вы сможете для себя сделать. Но для того, чтобы выйти на свое место во всех очень таких важных системах, это выйти на свое место в жизни рядом со своими родителями, партнерами, детьми, и также раскрыть предназначение своей души, да, для того, чтобы жить свою жизнь и реализовать свое предназначение в жизни, за этим приходите на онлайн-курс «Ваш бесграничный потенциал», который будет в конце октября. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу измен, почему они возникают, ну, вы можете их написать, в принципе, в вопросах. Давайте я еще, наверное... Ну, хорошо, да, если еще будут вопросы, я обязательно проведу следующий эфир, а сегодня благодарю вас за внимание. Спасибо всем! Субтитры сделал DimaTorzok